Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. Чем ближе он подходил к школе, тем громче на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. В школу нужно было поворачивать направо. Музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где играла веселая музыка. «Школа же никуда же не уйдет же! Я только взгляну, послушаю и бегом в школу!» Что есть дух, он пустился бежать к морю. Буратино увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Наверху балагана приплесывая играли четыре музыканта, которые выкрикивали «Кукольный театр!» «Только одно представление!» «Торопитесь!» 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 Буратино дернул за рукав одного мальчишку. «Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?» «Четыре сольда, деревянный человечек!» «Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек!» «Вы не можете мне дать взаймы четыре сольда!» «Нашел дурака!» «Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр!» «Купите у меня за четыре сольда мою чудную курточку!» «Бумажную куртку за четыре сольда!» «Ищи дурака!» «Ну, тогда мой хорошенький колпачок!» «Твоим колпачком только ловить головастиков!» «Ищи дурака!» «О, Буратино даже похолодел нос!» «Так ему хотелось попасть в театр!» «Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольда мою новую азбуку!» «С картинками?» «Чудесными картинками и большими буквами!» «Ну, давай, пожалуй!» И нехотя отсчитал четыре сольду. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал. «Ха! Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра!» Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. Три раза ударили в колокол и занавес поднялся. На маленькой сцене появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. «Здравствуйте! Меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «Тридцать три подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия». Из-за другого картонного дерева выскочил другой человечек, весь клетчатый, как шахматная доска. «Ха-ха-ха! Здравствуйте! Я Орликин!» После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему две пощечины. Такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра. «Ха-ха-ха! Ты чего хнычешь, Дуралей?» «Я грустный, потому что я хочу жениться». «Ха-ха-ха-ха! А почему ты не женился?» «Потому что моя невеста от меня убежала». «Ха-ха-ха! Видели, Дуралея!» Он схватил палку и отколотил Пьеро. «Ха-ха! Как зовут твою невесту?» «А ты не будешь больше драться». «Ну нет! Я еще только начал!» «В таком случае ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами». «Ха-ха-ха!» Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку со ртом до ушей с длинным носом в колпачке с кисточкой. «Глядите! Это Буратино!» «Живой Буратино!» Завопил Пьеро, взмахивая длинными рукавами. Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы и, вглядываясь, затраторили. «Это Буратино!» «Это Буратино!» «К нам!» «К нам!» «Веселый плутишко Буратино!» Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щипать. Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. А один пожарный плакал навзрыд. Только мальчишки на задних скамейках чердились и топали ногами. «Довольно лизаться!» «При маленькие!» «Продолжайте представление!» Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек. Такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая, нечесанная борода его влочилась по полу. Выпучные глаза вращались. Огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек. А крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. Ха-ха-ха! Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии! Он схватил буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помусолив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Орликин и Пьеро. Принесите-ка мне этого бездельника Буратино. Он сделан из сухого дерева. Я его кину в огонь, мое жаркое живо зажарится. Орликин и Пьеро упали на колени. Умоляю вас, почтеннейший Карабас-Барабас, пощадите несчастного Буратино. О, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас, простите бедного Буратино. Что? А где моя плетка? Закричал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, привели Буратино. Сеньор Карабас-Барабас страшно сопяносом мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратино. Попробуй с ним заговорить между чиханием. Между этими чиханиями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском. Ой, бедненький я, несчастненький, никому-то меня не жалко. Перестань визжать, говорю тебе. А что, отец, у тебя жив? Мой бедный отец еще жив, сеньор. Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят. Чик! А мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Пожалейте! Отпустите меня, сеньор! Ау, десять тысяч чертей! Ни о какой жалости не может выйти речи! Кролик и цыплята должны быть зажарены! Полезай в очаг! Сеньор, я не могу этого сделать! Почему? Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Что за вздор! Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста. Чихнул карабас-барабас с таким шумом, что пьеро отлетел налево, орликин направо, а буратино завертелся волчком. Где? Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске холста? В коморке моего папы Карла! Твой отец? Карло? Значит, это в коморке старого Карло находится потайная. Но тут карабас-барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе рот и так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь. Наконец, он сказал. Хорошо. Я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я дарю тебе жизнь, буратино. Мало того, возьми пять золотых и отнеси их Карлу. Ступай, выспись и утром пораньше беги домой.